Здравствуйте! Сегодня выходит очередной цикл передач Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России по правовому просвещению «Точка зрения». И сегодня мы обсудим не менее важную, интересную тему, которая связана с правовым просвещением, которая связана с оказанием бесплатной юридической помощи. И хочу вам представить сегодня нашего эксперта, гостя. Это член Ассоциации юристов России, ведущий радиопередачи «Хакукам Хаклэк», лауреат юридической премии Республики Татарстан, юрист года 2019 года номинации «Правовое просвещение» Миньязова Гульнаса Таязова. Ильна, здравствуйте! Здравствуйте! Всем привет! И сегодня я хочу начать с традиционного вопроса. Обычно я спрашиваю, как вы пришли в юридическую сферу. Но начну с другого. Я знаю, вы радиоведущая передача. Вообще, как пришли на радио? И с чего это начался? Ой, наверное, в детстве, с самого рождения, я хотела стать известной. Я пела много, выступала на сцене много. Я сама из глубинки, из деревни выросла в обычной семье, третий ребенок. И в школе была всегда таким организатором мероприятий, всегда выступала на сцене, всегда организовывала, что-то придумывала. С двух лет на сцене и лауреатом разных конкурсов становилась, по пению, по танцам, организовывали свои концерты какие-то. И когда я в Казань приехала, и, естественно, больше о другой профессии я думать не могла, только сцена. Я поступила в Казанский университет культуры и искусств. Я его закончила с красным дипломом. Я режиссер по первому образованию, организатор массовых мероприятий. Ну, как раз таки с 18 лет я устроилась на телевидении, и все это как-то интересно. То есть на концерте выступала моя подруга, я пришла ее поддержать. Там спросили, я кто? Я сказала, я пришла поддерживать. А нам режиссеры нужны. А давайте я приду. В общем, я вот таким вот образом попала на радио. И начала там через какое-то время уже прям начала вести радиопрограммы. Потом уже на кастинге стала ходить, на телевидении начала выступать. И вот так 24 года. А как вообще помните первое выступление, первое вещание? Было ли волнительно? В смысле профессиональное? Ну, конечно. Первый раз помню на телевидении, первый раз после кастинга. Это так быстро происходило в моей жизни. И на радио, конечно же, ошибки свои помню. Как я становилась, все это я помню. Как я училась ставить правильно речь. Как я училась выходить и не трястись. Первые свои шаги, чтобы не запутаться об этих кабелях, которые на сцене зрители не видят. За сценой, которая вся жизнь. Все это остается. И я вам скажу такой секрет. Волнение, оно всегда присутствует. То есть, если ты не волнуешься перед зрителями, если ты на сцену выходишь, и у тебя нет никакого волнения, и тебе все равно, то значит, ты не уважаешь этого зрителя. Это волнение присутствует. Но это волнение, оно закрывается твоим профессионализмом через какое-то время. Ну и мне кажется, все-таки любой человек волнуется. Это естественно его состояние. Если человек не волнуется, значит... Не живой. Не живой, да, как обычно говорят. Интересно. А как прошел путь к юриспруденции? Очень интересный путь. В общем, вот таким вот образом я стала как бы на телевидении, на радио работать. И потом я вышла замуж. Я стала дома сидеть с детьми. И тут стали вопросы правового характера. Поступать к тебе, да? А? К тебе поступать. Да, мне стали... Ну, лично у меня в жизни начали возникать вопросы. Некачественный товар. Там крыша дома как-то обрушилась, надо было это решать. Еще какие-то вопросы, связанные с юриспруденцией. И еще, знаете что? Во мне живет вот... Папина часть, говорят же, да, я еще психолог. Мамина часть. Вот у меня есть еще папина часть. Она такая анализирующая. Такая вот, то есть, больше требующая каких-то вот законностей что-либо. Нетворческая. И вот эта часть меня как-то тянула именно к законам. Я хотела знать свои права. Я хотела знать свои законы, чтобы помочь себе, своим родным. То есть, это всегда изнутри. Я хотела знать себе помочь сначала, а потом уже другим. И вот таким вот образом в четырнадцатом году я прям решила... Сразу с декрета вышла, и я решила уже поступить на юридический. Прежде всего для себя. У меня не было мыслей там программы какие-то делать, стать юристом, работать. Нет. Но мне хотелось глубоко знать. И вот таким вот образом в четырнадцатом году я поступила на юриста. Три года отучилась. И уже даже в четырнадцатом году в июле поступила, да, Тимур. А в августе месяце у нас было общее собрание на радио, где мы должны были предоставить новые программы, новые проекты. Ну, к новому сезону. Да. Я такая думаю, я аж буду юристом. А дай-ка я какой-нибудь проект придумаю. И я придумал вот этот проект. Я сама вышла на ассоциацию юриста. Как это случилось? Сижу, значит, вечером, да, смотрю новости. А там выступал как раз-таки, ну вот, Герфанов, да. Он выступал. Вот у него поставили там. Ну, думаю, ох, как. Точно. Дай-ка, думаю, я его найду. И сама вышла на него. Вот таким вот образом у нас началось сотрудничество, которое длится уже девять лет. Здесь нужны аплодисменты. Спасибо, Галина. Спасибо. Да, действительно, мой год. Скоро юбилейный будет год. Да, да, да. Мы занимаемся и правовым просвещением, и оказанием бесплатной юридической помощи. Все это правда. Какие темы освещаются на передаче? На передаче освещаются абсолютно разные темы. Мы касаемся, конечно, стараемся касаться именно таких социальных тем, которые близки народу, да, каждый человек, который может соприкасаться с каждым днем. Это и пенсионный фонд, это и социальная защита, это и налоги, это и какие-то льготы у пожилых людей, там, например, у военнослужащих. Вот сейчас у нас идет такое время неспокойное, да, как мы можем помочь близким людям, да, оформить там наследство, вот нотариальные какие-то дела. Юристы, как выезжают, помогают, бесплатная юридическая помощь, как оформляется, где его можно вообще достать, есть ли это, существует ли, где, кому обратиться. То есть у людей, на самом деле, очень много вопросов, именно вот в населении. Это мы в городе живем и, кажется, все доступно. А в деревнях, да, вот, например, была радиус, где я проработала, в любой глубинке, в любой деревне любой человек мог слушать это радио и мог позвонить нам в прямой эфир и получить юридическую помощь. Ну, круто же. То есть я даже начала понимать какое-то время, через лет пять, наверное, когда программа начала выходить, нам стали звонить люди. Гульнас, помнишь, ты там три года назад говорила, что вот этот закон, он нас защищает вот так-то, так-то. Я вот с таким обращением обратилась в администрацию, и мне сказали, что вот да, я прав. В общем, стали люди на основе нашей программы знать свои права и обращаться, и пользоваться этими правами. Не все же могут обучаться, как бы стать юристами, правильно же? То есть наша программа, она вообще очень расширила сознание людей, и мы очень большому количеству людей помогли, и это очень радует. Да, прекрасно. Гульнас, вы еще сказали, что по образованию вы также являетесь психологом. Да. Разносторонняя личность тогда. Вообще, да. Это уникальное, на самом деле, сочетание. Как установить психологический контакт с радиослушателями? Все-таки люди бывают разные, вы их не видите, вы их только слышите. С чего идет эта настройка? То есть ответ на вопрос, чтобы человек остался довольным, и можно было его понять. На этот вопрос я могу ответить только так, что это приходит только с опытом тяну. То есть мы все люди, у всех людей есть какие-то свои вопросы, у всех людей какие-то есть проблемы юридического характера, психологического характера. Вот сидят здесь студенты, у каждого из них есть какие-то задачи, планы, цели, желания. И у всех есть какие-то нерешаемые вроде бы задачи. И такие же есть у радиослушателей. Мы все простые в этом смысле, да. И вот когда ты начинаешь разговаривать с людьми, они начинают задавать вопрос, их больше ничего не интересует. Их не интересует, что задавали ранее, их не будет интересовать, что зададут далее. Своя личная проблема. Своя личная проблема. Вот мне, здесь и сейчас, пожалуйста, Гульнас, помоги. И вот просто слышишь человека и отвечаешь, и все. Здесь и опыт нужен, здесь и как-то, и, конечно же, знания нужны, да. Знания не только в области знать человека, а знания именно юридического характера. Потому что иногда специалисты приходят, например, с налогового органа, а задают вопрос юристу. Тогда как выкручиваете с этой ситуацией? Ну, тогда я прошу у нашего гостя, можно ли я отвечу так, как я юрист, да, потому что человек же звонит. Да-да-да, конечно-конечно, Гульнас, конечно, отвечаю. Они же с легкостью мне передают микрофон, и я уже захожу в роль не ведущего, а как уже юриста, и как бы отвечаю на этот вопрос. Они очень довольны. Мне даже, знаешь, что говорили? Гульнас, типа я ведущая, больше знает, чем люди приглашенные. А еще, знаешь, с чем это связано? Ну, потому что ты часто сталкиваешься, слышишь и уже знаешь все эти алгоритмы. Я раскрепощенно себя веду. Они приходят, когда первый раз приходят на радио, люди боятся микрофона, люди боятся аудитории, сцены, публичного выступления. И сжимаются. Плюс еще есть языковой барьер. Вот. Я же на татарском языке это полностью веду. Вы, кстати, с этим, то есть помогаете как-то вашим экспертам? Сейчас очень интересную вещь скажу. Я вообще на русском языке плохо разговаривала. Да? Да, потому что я училась в татарской деревне. Мы даже русский язык изучали на татарском языке. Так можно? Представляешь, так бывает. В глубинках может быть до сих пор так. И когда я приехала, я работала на татарском канале, на татарском радио. В основном у нас была татарская актерская группа, режиссерская. Я все время общалась на татарском языке. Ну, бывало, конечно, друзья там на русском, ну, редко. Где я хорошо так научилась говорить? На юридическом. Там очень много терминов. Терминов самое сложное. Быстро, много текстов надо учить. И вот я тогда прям помню, у меня вот такая как будто голова опухала от того, что много там надо учить. Я же быстро это все проходила, да? Вот юристы, например, если обучаются 5 лет, а мы там за 3 года весь этот материал проходили. Плюс и практика сразу была на радио. Это прекрасно, уникально. Ну, на радио-то на татарском. Плюс еще надо термины переводить на татарский. А как вот экспертом быть? То есть не все обладают такими хорошими науками в плане терминов. То есть тоже, наверное, подсказываете им как-то во время. Да, у нас есть очень такие добросовестные специалисты. Например, могу выделить одного. Это нотариус Дербышишек Миндия Альинахметовна. Она нашла какую-то литературу юридическую на татарском языке. Изучает эти термины, очень добросовестно относится к каждой программе. Приходит с этой книжкой. Если что-то там не хватает, у меня спрашивает. Иногда бывает даже так. Миндия Альина, посмотрите, пожалуйста, в этой книжке. Как там вот этот термин переводится на татарский язык? Я даже иногда у нее спрашиваю. То есть есть юридические термины, которые переведены на татарский язык? Да. У нас же такие книжки есть. Серьезно, Витька. То есть я думаю, телезрители сейчас узнают, и наши коллеги, которые учат и знают татарский язык, где можно узнать тот или иной термин. Спасибо. Гуляс, как я уже отметил, вы разносторонний человек, да, и радиоведущая, и юрист, и психолог. Что все-таки преобладает больше всего у вас? Какое начало? Можно я на этот вопрос отвечу? Знаешь как, мы живем в эпоху знаний. Мы живем в эпоху, где можно менять профессии. Может быть, сейчас это будет таким интересным фактом даже для студентов, которые сидят в этом зале. Потому что сейчас идет эпоха водолея. Еще две тысячи лет это будет продолжаться. Потом будет эпоха Козерога. Гугл появился, интернет появился в наш век. Мы все стремимся какие-то знания получать, курсы, тренинги. Хочу все знать, это знать, все время с телефоном. Это все объясняется тем, что мы вот в это время живем. И когда мне было где-то 28 лет, я такая думаю, Гульнас, почему тебя тянут все время каким-то новым знанием? Зачем тебе этот юридический? Ты уже работаешь на радио, ведешь концерты, работаешь на телевидении. Все, работай, вот у тебя одно дело, есть работа. Стал хирургом, будь хирургом, стал юристом. Так работай юристом, что ты дергаешься все время? Но нет, потом я отдалась вот этой природе, что меня толкало. Когда я на декретном сидела, я просто отучилась, просто хотела и отучилась. Просто хотела разобраться в психологии, внутри каких-то своих моментов, связанных с семейной жизнью. И дальше отучилась на психолога. Что я хочу сказать? Я люблю ставить не или, я люблю ставить и психолог, и юрист, и ведущие мероприятия, и так далее. Формула твоего успеха. А как вот, ну, так скажем, увеличиваешь продуктивность? То есть им нужны и на радио, и какие-то юридические вопросы. Вообще, может быть, совет нашим студентам, выпускникам. Как увеличить свою продуктивность? Как эффективно все делать и успевать? Нужна цель. Ну, здесь можно, вот, например, бывает глобальная цель. Чего вы хотите в жизни, да? Кем вы хотите стать, какой вы себя видите через пять лет. Вот цель. Цель разбиваем на план, план разбиваем на маленькие какие-то шаги на каждодневный. И над этим работаешь. Когда есть огромная цель, эта цель автоматически дает огромную силу. Наверняка про психологию, если здесь читали, знали об этом, да? А цель дает тебе мотивацию, цель дает тебе именно столько энергии. Нет такого там маткой дышать, и тебе цель будет, ну, там, будет какая-то там сила, да? Нет у этого. Только какие-то цели, то, что вы хотите чего-то добиться в жизни. Вот что-то хотите материального, там, машину хочу, квартиру хочу, хорошо выглядеть хочу. То хочу, все хочу. Вот это все, вот она через какое-то время. И вы отматываете в настоящее. И вот здесь, что я сейчас могу сделать для того, чтобы прийти к той точке? И вот это, вот эти вот мысли дают силу. Все. Энергия так вырабатывается. На самом деле все очень просто. Очень просто. Все есть уже. Главные алгоритмы, да. Просто не каждый понимает, как еще пользоваться этими инструментами. Да. Нужно к этому, вот мы все это читаем, читаем, но не понимаем. Иногда мы слышим, слушаем, но не слышим. И здесь также иногда читаем, но не понимаем. Может быть, дорасти нужно как-то, вот сознание до этого. Да, как и в выборе литературы. Вот я помню, когда в студенческом году я читал одну литературу, в дальнейшем уже немножко в другом направлении. Хорошо. А как вообще ты планируешь свой день? Планируешь ли ты вообще свой день? Конечно, планирую. Более того, я пишу и вам советую, потому что, во-первых, у меня разносторонняя жизнь, да. Она охватывает и бизнес, и радиоведение, и мероприятия. Вот завтра у меня мероприятия, например, уже начала готовиться, да. И какие-то консультации, потому что я юрист, ко мне обращаются и за консультациями. У меня еще двое детей, пусть я не взрослый. У меня еще муж, у меня еще кошка, у меня еще дом, я еще мама, я еще женщина. Мне еще самой хочется выделить время какое-то. То есть я всегда планирую. Но я для саморазвития всегда нахожу время, потому что мне дико это нравится. Я хочу знать, какой я могу быть в 50, 60, 70, 80. Это же круто, да? Насколько вы можете быть интересны самой себе. Вот. А есть у тебя какие-то жизненные принципы? Ну или принцип какой-то, который ведет тебя, держит как стержень твой? Ну, не знаю. Я очень дружу интуицией. Я очень искренняя, честная. Эта честность иногда мешала мне в юности, да, вот слишком правильной быть отличницей. То есть это плохо все-таки, ты считаешь? Надо баланс содержать, знаешь. Рефекционизм немножко в сторонку. Да, 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 да. Ну вот, никаких принципов нет. Вот я такая волна, адаптируясь подо все. Здесь у нас юристы, будущие практики. Многим из них предстоит выступать в суде, там, на заседаниях, в комиссиях и так далее. Какие секреты есть ораторского искусства? Ну, вкратце, да, на что стоит обратить внимание? Ну, во-первых, конечно, речь, она должна быть четкой. Здесь уж каждый человек, наверное, знает об этом, да. Если какие-то дефекты есть с рождения, там, да, или приобретенные, над этим нужно работать. Сейчас очень... Не является ли это уникальностью, ну, то есть особенностью человека, если будет все одинаково говорить? Это является уникальностью. Если сам человек это воспринимает как норма и не стесняется этого, да, и это нормально. То есть если есть внутри какое-то напряжение по поводу своей речи, и человек думает, дай-ка я над этим поработаю, да, мне мешает. Ну, два разных позиции же бывают. Значит, нужно это проработать. Второе, да, второй момент. Никогда не будет речь уверенной, классной, пока не будет опыта. То есть вот будете что-то делать, выступать, работать, где-то выходить, все время выступать, ошибаться, где-то краснеть, где-то стыдиться, где-то... Там какие-то моменты будут, что вас там что-то скажут, типа, как она выступила, не то сказала совсем, вы будете стыдиться с себя, несколько раз будете ошибаться. Ничего страшного, в следующий раз будет лучше. Уверенность в голосе, она появляется как раз-таки с опытом. Надо вот эту уверенность прокачивать именно через страх, преодолевать этот страх выступления. Выступать, 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 выступать не перед зеркалом, а прямо перед живой аудиторией. Чувствовать. Ничего страшного, что провалите, ничего страшного. Да, я тоже хотел бы поделиться опытом. На втором курсе я впервые участвовал в научной конференции. Мы с коллегой поехали в Москву, весь вечер готовили, всю ночь, дороги готовились. А когда я вышел на трибуну... Все забыл. ...я не знал, что говорить. То есть реально волнение просто преодолело меня. Но потом просто взял и просто судорожно, как говорится, читал. То есть поэтому через этот опыт нужно пройти. Это то же самое, что невозможно научиться водить автомобилем, если вы не сядете и не будете пробовать. То есть если не будет практики, на теории этому не научиться. Да, возможно, вы будете знать правила дорожного движения, правил публичных выступлений. То есть вы можете знать, но без практики все-таки это сложно. С этим я с вами полностью согласен. И на что стоит уделить внимание, чтобы молодые люди все-таки достигли каких-то успехов в профессиональной деятельности? Здесь все-таки мы такую роль ведем, наставничество еще. Какие советы можно дать нашим телезрителям и участникам? Ну здесь я бы сказала, знаешь как, сначала нужно определиться, ваше дело это или не ваше дело. Потому что бывает так, что, вот я же говорю, в 28 лет, 30, да, я даже стала задумываться о том, чтобы отучиться на юриста, хотя я была в творческой профессии. Поэтому что я вам могу сказать? Если вы любите это дело, если вам это нравится, откликается внутри, тепло внутри от того, что вы помогаете другим людям, да, то работайте, работайте в этой сфере, помогайте, потому что, помогая другим людям, мы получаем блага этого мира, в том числе и деньги. А если это не греет вас, если это не ваше, не бойтесь рискнуть, не бойтесь еще профессию получить. Может быть, меня отругаются эти слова, но я говорю, как есть, на самом деле, да. И, конечно же, вот внутри, что сердце вам подсказывает? Не голова, да, а, стану юристом, там вот адвокатом потом буду, там денег много. Не вот так, да, а лучше вот внутри почувствуйте, ваше, не ваше. Потому что если вы будете головой работать, то есть слушать то, что голова говорит, другие говорят, будет выгорание, будете уставать, будет не получаться, через очень много сил потратите, чтобы что-то... А у кого-то очень легко это получается, а потому что это его, а это не ваше. А ваше может быть что-то другое. Поэтому научитесь слушать вот эту внутреннюю, вот эту тихую интуицию, которая всегда с нами разговаривает. Но если голова вот такая от разных стереотипов, интуиция сидит тихо, меня нет. Поэтому лучше работать с душой. Я за это. Прекрасно. У нас еще такой вопрос. Я, наверное, хотел бы вернуться также к передаче. Какие есть какие-то самые любимые твои темы или вопросы от слушателей, на которые ты с удовольствием отвечаешь? Ой, у нас, если хит-парад всяких вопросов составить, да, в нашей программе, на самом первом месте пенсионные. Вопросы. Да, пенсионные вопросы, потому что всегда людям мало, почему у соседки столько-то пенсий, я с ней вместе работала, почему у меня 14, а у нее 18 тысяч пенсий. Ну, на этот вопрос невозможно вам ответить, потому что вы не видите ни документов. Конечно, мы не можем ответить, но уточняющие вопросы, когда специалисты из ведомства начинают задавать, например, там связанные с датой, да, там же есть законы, которые поменялись там в пенсионном фоне в 2005 году. Да, да, да. Очень много там поменялось. И с накоплениями связанные там вопросы есть, да, потому что накопления опять-таки после 2015 года, они опять перестали работать. И с 2016 года совершенно другое идет пенсионное начисление у людей. Вот получается там совсем по-разному. И люди всегда задают вопросы, вот первый пенсионный фонд, второй это у нас соцзащита, наверное, вопросы, третий это нотариальные вопросы, четвертый это как раз-то. Ну и потом общие такие юридические вопросы. Ну все, что касается, да. Я вот этот вопрос, ну не на каждой, но через каждую программу стараюсь всегда говорить. То есть у нас бывают иногда бесплатные дни юридической помощи, да, эту информацию я всегда даю на радио. И всегда говорю про нашу программу, я всегда говорю про нашу ассоциацию юристов, да, это Татарстанское отделение. И всегда говорю, что раньше, кстати, чаще было, да, вот у нас выезжали в регионы, да, в районы. Сейчас поменьше, но всегда есть телефоны, всегда есть дни, по которым горячие линии, да, можно связаться. И всегда есть вот такие радиотелевизионные программы, где каждый человек может позвонить. То есть в конце концов можно даже написать. Ну и в частном порядке, наверное, вы тоже рекомендуете, когда к вам там, может быть, в студию звонят или пишут. Да. Кого-то рекомендуете. Самое интересное, программа заканчивается, да, мы же повторно еще его даем по пятницам. В пятницу слушают как будто в прямом эфире. Телефоны взрываются, мне с каждого отдела на радио звонят. Я говорю, радио, не юридическая контора, давайте ставим вопросы, вот список составим и на следующей неделе уже на эти вопросы ответим. А если срочного характера, я сразу отвечаю. То есть если это юридическая какой-то тема, и если я не знаю, то обращаюсь к юристам, которые приходят на программу, да. Иногда вот к себе даже обращаюсь, бывает такое редко, но пишу, да, беспокою тебя тоже. Вот. Иногда специалистов меняем. Разные, конечно, бывают ситуации. То есть почему каждому, я думаю, юристу в будущем важно, да, чтобы к ним приходили за консультацией, там, юридическую помощь качественно оказали. Поэтому нужно уже сейчас, там, проходить и практику, и у вас юридические клиники есть, активно принимать участие в консультациях, делать себе имя, делать свой, так называемый бренд, сейчас это модное слово, да. Личный бренд. Личный бренд, да, работать над этим. Только не забывайте, что ваш профессионализм это первично, а бренд вторичен все-таки. Сейчас все-таки часто бывает так, что молодежь ставит ставку на личный бренд, а содержательная сторона уходит на второй план. Вот на это хотел бы обратить внимание. Гулян, спасибо тебе большое за твои ответы прекрасные. Будем ждать вас снова. Ну, а мы увидимся снова на следующей передаче. Спасибо за внимание. Спасибо. Может, вопросы есть? Да, может, вопросы есть? Нет вопросов? Ну, в частном порядке. А, у нас запись идет еще, да? Хорошо. Да. Так, вопрос такой, вот, при всей загруженности я хотелось бы задать, сколько часов в сутки вы спите? Нормально сплю. Если я не сплю, я вообще ничего не успею. Смотрите, Путин управляет страной тоже так же за 24 часа. Вот говорила же про планирование, да? Нужно вот действительно планировать. Вообще, вот это очень крутая вещь на самом деле. Вот с вечера планируйте дела, потому что мы очень много времени отдаем обмозговыванию. То есть мы думаем, вот это буду делать, вот это буду делать, а не делаем. А когда четко ставите себе план на завтра, вот в этот промежуток времени я буду в университете, а потом я вот ровно в 2 часа уеду туда, оттуда я ровно час я прочитаю там вот эту книгу, а потом я вот этим займусь, а потом я поеду к девушке, с ней я буду там до скольки-то, да? Вот тогда все будете успевать. А если этого не делать, кто-то задержит, кто-то остановит, куда-то опять задергивает, и весь день вот так в хаосе, планируйте с вечера. Вот такая крутая штука. И желательно еще на это добавлю, планируйте неделю вперед. То есть если вы правильно запланируете неделю, то есть, например, в воскресенье вечером я делал, буквально полчаса или час времени, то неделя пройдет максимально продуктивно, поверьте мне. То есть да, вы в течение недели будете делать какие-то корректировки, то есть что-то будет меняться, какие-то задачи стоять новые, но полчаса времени, воскресный вечер, и неделя, я думаю, пройдет успешно. Понял, спасибо большое. Еще вопросы? Да вы не стесняйтесь, задавайте. Вы юрист, радиоведущая, у вас есть также и знания в психологии. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то сфера, которую вы бы еще хотели открыть для себя? Есть что-то в планах? Да, как раз этими занимаюсь. Подписывайтесь на Гульнасэ, все, будете знать, я еще блогер, кстати. Спасибо. Да, скоро узнаете. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Что касается вашего проекта, от какой категории людей больше всего поступают запросы? От мужчин или женщин? От трудоспособного населения или пенсионеров? Да, от женщин и больше, наверное, от 50 лет. Наш аудит вопросов много, да, зрелый возраст все-таки задает вопросы. Этим и объясняется у нас хит-парад вопросов, потому что на первом месте пенсионные, да, пенсионеры. А молодежь к каким вопросам обращается? Молодежь, молодые девушки, молодые женщины обращались вот по поводу мобилизованных. Молодые девушки обращаются с вопросами своих бабушек или мам. То есть молодые люди, молодые девушки, женщины больше как-то находят ответы на свои вопросы, но их интересует больше помощь другим. Вот я вот это вот наблюдаю по своим. То есть мужчины все-таки… Мужчины тоже задают, пенсионный фонд задают, по поводу работы задают, тоже много-много. Ну, если с процентом соотношения смотреть, наверное, 70 на 30. 70 – это женщины, 30% – это мужчины. Какая-то аналитика. Еще вопросы? Давайте. Вы сказали, что у вас есть бизнес, какой он, и помогли ли вам юридические знания к лучшему продвижению вашего бизнеса? Конечно. Бизнес, он… Не сказал бы он такой масштабный, да, но я его поддерживаю, работаю над этим, влияю. Конечно, помогли. Я разобралась, я быстро разбираюсь в документах, помогает мне в ведении моего бизнеса. Если бы, например, в ведении моего бизнеса, я бы не понимала бы в документах, в документооборотах какие-то вопросы, я бы наняла юриста, то есть мне это надо было бы платить. А здесь, понимаете, уже экономлю на этом. Поэтому очень круто. Ну, самое главное, самое главное, мне кажется, риски. То есть все предприниматели, и мы, юристы, да, работаем с рисками. То есть минимизация их, а лучше всего вообще исключение – это главная задача нашей профессиональной сферы. Пожалуйста, еще вопросы? Если бы вы занимались не юридической деятельностью, то какой? Вот кроме предпринимательства, юридической деятельностью? Психология. Еще чем бы я занималась, я очень люблю животных еще. Защита от животных. Защита же… Ой, одно время у меня прям, я думала, может мне открыть приют для животных. У меня одно время я всех животных спасала, куда-то возила. Вот это вот у меня тоже было вот такое. Помощь не только людям, но и животным. Да, да, да. Вот. Ну, это вот изнутри шло у меня, помогать людям. Видите, и психология, и юриспруденция, да. И мой бизнес, он отчасти помогает людям. И сейчас то, что я сейчас вот новое дело сейчас открываю, себя в новом деле пробовать начну, оно тоже помощь людям. Вообще вся, вся сфера, какую бы мы профессию ни выбирали, это всегда помогать людям. Если вы будете это от всего сердца делать, наша жизнь, она существует из-за того, что мы помогаем, да. Деньги — это не первично, деньги — это потом, как результат работы. Тогда вот от всего сердца, если действовать, то всегда это будет вам возвращаться в разы, очень много-много раз. Еще вопрос? Целки делать будем? Да. В конце. Ладно. А каковы были ваши ощущения, когда вы получили премию «Юрист года»? Ой, это вообще было для меня неожиданно. Огромная благодарность, конечно, Ассоциации юристов за то, что мою работу, ну это же как бы правовое просвещение у меня было, награждение, это за то, что я много лет вела на радио эту программу. Она, кстати, на рейтинге на первом месте более чем 4 года стояла на «Болгородице». Ты знаешь об этом? Нет, не знала. Сейчас ты меня просветила. Да-да-да. И то есть есть у нас такие ток-шоу утренние, да, вот на радио уже есть всякие утренние шоу, вот типа такого на старском радио тоже есть. Но это же очень круто, да, там болтают, шутят. А тут моя программа правовая, помощь людям. Мы более чем 17 людям во время там часовой программы, плюс реклама, там еще ротации есть. Но мы успевали отвечать, и эта программа моя более чем 4 года стояла на первом месте. Я там как юриста себя отшлифовала. Я там всех людей, которые к нам как специалисты приходили, они уже прям как очень хорошо... Юриста, юридических сообществ отстранных знаешь больше, чем я. Личные миниции. Да-да-да, но учились на токторском языке говорить, Тимур. Синедай рят, убитремя, альминтата, шасилящая, лаверсаина. Лаверса, лаверса. Вот. И таким вот образом я помогла, получается, очень большому количеству людей. Еще вопросы? Нормально, нет, наверное. Есть вопросы, они стесняются еще. Ну, давайте еще раз вопрос. Что бы вы хотели спросить? Вот знаете, о чем я думала, когда я сюда приходила? У меня много интервью берут, да, как ведущие, как тележурналисты, как радиожурналисты. Когда я сюда шла, я такая думала, у меня вот первый такой вот опыт, да, общения вот с студентами. Когда мы в школе сидели, ну, когда я сама была школьницей, к нам приезжали писатели. У вас, наверное, тоже так же было. Писатели приезжали, они такие, написали какие-то там книги, такие прям, ой, крутые. Мы сидели и думали, ааа, какой крутой, ааа, ой, столько денег, наверное, заработала уже. Вот это же. И сейчас, когда шла сюда, я думала, блин, Гульна, стареешь походу, да, у тебя интервью берут. Об этом я думала. И хочу, конечно же, вам сказать, вы еще такие молодые, у вас все еще впереди. И столько прекрасного, классного вас еще ждет. Семья, дети, да, дети есть у кого-нибудь? Нет еще? Молодые еще, да, совсем? А? А, хамьяк только есть. Ну, почти, почти, у меня кошка. Все еще будет у вас. Вообще, такая жизнь, она интересная. Прям нырните туда и не бойтесь ошибаться. Не бойтесь рисков. Вот Тимур говорит, да, минимизировать риски. Хоть что делай, Тимур, они будут все равно. Они будут, но наша задача у юристов, я имею в виду, в профессиональном плане, всегда предвидеть. Предвидеть, показать, увидеть это, да. Ну, даже так мы всегда ошибаемся. Будут они риски все равно. Спасибо большое. Будь у нас на этой позитивной ноте. Предлагаю завершить. И до новых встреч. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИЯ Продолжение следует...